Здание детской поликлиники на Молодежной 4 только снаружи выглядит красиво и опрятно. Уже 9 месяцев оно закрыто для посетителей. В прошлом году, после завершения гарантийного срока, новое пятиэтажное отделение начало трещать по швам и разрушаться. Было принято решение закрыть поликлинику, а детское отделение перевести во взрослую. Для малышей отгородили одно крыло на первом этаже. Разделили регистратуры, но все же этого недостаточно. Приходишь за справкой для здорового ребенка, через день ты выписываешься, и идешь опять за справкой, потому что ребенок заболел, уже нахватался вирусом, входя по всем кабинетам. Плюс, когда приходим анализы сдавать, то такое столпотворение, потому что сдают и взрослые, и детки. В промышленном районе 66 тысяч человек обслуживаются в поликлинике номер один. Все они теснятся не только из-за закрытого детского отделения. В больнице не хватает кадров. На сегодняшний день в участковой службе свободно 5 вакансий. Все, кто в дети приходят, они все говорят, мы хотим быть неврологами, эндокринологами, кардиологами, но никто не стремится именно в первичное звено, к сожалению. Общероссийский народный фронт проводит мониторинг поликлиник в рамках исполнения указа президента. Проводит опрос населения в больницах области, чтобы улучшить качество обслуживания и устранить коррупцию. Это и очередность, это и платные услуги взамен бесплатных. Президент назвал это преступлением. Все вот эти вопросы мы как раз будем рассматривать. Примерно они одинаковые, я имею в виду, в том числе не то, что в Самарской области, они одинаковые по стране. Сейчас здание детского отделения поликлиники проходит государственную экспертизу, после чего будет составлена смета необходимых ремонтных работ. Так что пока точные сроки, когда маленькие пациенты смогут вернуться в хорошие условия, неизвестны. Марьяна Мирная, Василий Кладошов. События. Продолжение следует... Продолжение следует...